Первая часть основная Включаем Потом начались изменения и дополнения в коллективный договор Вот там приложение такое-то, договорились по нему? Включаем Приложение второе, тоже подписывают обе стороны Договорились? Включаем Третье И таких 30, сколько там приложений? 33, наверное? Нет, 31, 32, 33, да? 33 приложения А можно было, так сказать, все это время, ну, продолжать только обсуждать А тут уже, так сказать, работа шла и постепенно круг таких вопросов, по которым есть коллективный договор Теперь второй, на что вы должны обратить внимание Если там какие-то нормы, которые есть в Трудовом Кодексе, вот в коллективный договор записывается не то, что в Кодексе есть, потому что, ну и так в Кодексе есть, чего его записывать? А записывается то, что повышает уровень гарантий и условий по сравнению с тем, что имеется в законодательстве Иногда надо записать в коллективный договор что-то из закона, когда есть данные о том, что этот закон скоро пересмотрят и ухудшат, что у нас бывает нередко Тогда, если вы будете со ссылкой на закон это записывать в коллективный договор, как только закон изменит и эта норма пропадет. А если вы без ссылки на закон просто тот же самый текст ставите, не в кавычках то с изменением закона она искала договора не пропадет потому что в коллективном договоре нельзя установить хуже, чем в законе, а лучше пожалуйста. Так что вот в этом смысле иногда можно вписывать и некоторые нормы законы, но обезличенно, без указания на то, что там было. Ты что, народ заболел что ли? Ну, вообще да. Осень. А? Осень. Осень? Осень, стипендия маленькая, витаминов не хватает. Определён. Всё ясно. Даже на проездной не хватает. Ходится пешком ходить. Пешком ходить осень не пробую. Чего? Пешком я пробовал, я из дома сюда захожу пешком. Два часа двадцать минут. И ощущаю себя этим повелителем автомобилей, потому что они стоят, где газуются, туда-сюда, сидят. А и так идёшь. Это раз. Их могут лишить прав на вождение, а на хождение то нельзя не лишить права. Преимущество колоссальное. Излечивают от всех болезней. Но аппетит может увеличиться, а это потребует дополнительных расходов. Так. Ну что, товарищи, здравствуйте. Давайте начнём нашу лекцию. лекция у нас будет о выдвижении требований работников. Для этого нам надо разобраться. Что такое требования? И чем они отличаются от просьбы? Наверное, вы замечали или видели какие-нибудь документы, когда начальники пишут своим подчинённым. Прошу вас в такой-то срок сделать то. Это просьба или требование? Требование. Это требование, но в виде просьбы. Потому что, если он это не сделает, то вы увольны в связи с неуполнением распоряжения начальника. Сразу вскроется, что это было распоряжение так вежливо. Ну, я тоже вас вот прошу проанализировать и сделать доклады. Это как бы просьба по форме. Но на самом деле это требование. То есть, что такое просьба, прежде всего? Просьба – это обращение к другой стороне. суть которого состоит в том, чтобы какие-то условия улучшить или что-то ускорить и так далее, но в расчёте на доброе отношение к вам другой стороны. То есть, это сугубо реализация вот этого обращения, в котором вы просите что-то сделать, улучшить, изменить и так далее, реализация этого обращения целиком находится в компетенции той стороны, к которой вы обращаетесь. Ну, и если вы обратились с просьбой, а вашу просьбу не выполнили, то, в общем, обижаться как бы и не принято. Правильно? Потому что выполнение просьбы – не обязанность другой стороны. А вот что такое требование? Требование – это тоже обращение к другой стороне. В данном случае мы говорим о стороне трудовых отношений, да? На одной стороне работники, на другой стороне работодатель, который предполагает, что либо тот, к кому обратились, обязан это сделать, поэтому можно это требовать, обязан по закону сделать, либо те, кто обращаются, дают понять, что если это не будет сделано, хотя это не является обязанностью по закону, но это и не запрещено законом, потому что можно обращаться в отношении улучшения условий труда и оплаты. Вот, поскольку это не запрещено законом, значит, поскольку это не просьба, а требование, то, значит, если это требование не будет выполнено, то та сторона, которая обращается от аргументов, перейдет к применению каких-то средств, какие есть у него распоряжения. А какие вот средства есть распоряжения у работников? У работников есть распоряжение такое в самом высоком смысле слова, и самое большое средство – это забастовка, которая предусмотрена Конституцией, предусмотрена Трудовым кодексом, есть процедура подготовки забастовки, и, скажем, государство, которое является у нас сейчас буржуазным, государством работодателям, скажем, мы вам право дали, а если вам не нравится то, что делает работодатель, бастуйте, чего вы к нам, какие к нам претензии, и вам дали права, если у вас плохо, и вы бастуйте. Но если вы не бастуете, не можете организоваться, что мы можем сказать? Ваши требования, значит, требованиями не являются, потому что требования, это только тогда требования, когда есть какие-то средства для реализации того обращения, с которым выступила данная сторона. И мы должны обращать внимание не на форму этого, а на смысл. То есть, если сторона обладает возможностью организовать определенные действия, которые приведут к выполнению этого обращения, тогда это требование, а если оно не располагает, тогда это бесполезно требовать, если у вас никакой нет силы, ни силы воли, ни силы организации, ни единства определенного, поэтому называть это требованием нет никаких оснований. Ну вот, следовательно, мы должны сразу расклассифицировать возможные требования работников на те требования, которые просто соответствуют закону, если другая сторона не выполняет закон. Поэтому это требование выполнять закон. Эти требования не только законны, но всегда можно обращаться к государству, потому что уже, потому что поскольку закон есть, то другая сторона не имеет права нарушать закон. Я думаю, вы, наверное, предполагаете, что несмотря на то, что другая сторона не имеет права нарушать закон, он в трудовых отношениях нарушается, слов и рядом. Другое, когда работники обращаются не к государству, а они свои меры принимают, которые находятся в их распоряжении. Какие меры, из чего они вытекают. Труд в России не носит принудительного характера. Он не только в России не носит, он не носит принудительного характера, начиная с буржуазной революции, начиная с того, что ликвидируется феодальная зависимость, и поэтому никакие работники не являются собственностью работодателей. Правильно? Труд не носит принудительного характера. То есть, вот если мы договорились между, если я работодатель, а вы работник, что вы будете работать за такую-то плату, то хорошо. А я не выполняю эту норму. Тогда вы и не работаете. Потому что договор носит двусторонний характер. Мы договорились, что я вам буду раз в месяц платить, и это не выполняю. Вот государство сейчас установило, что платить надо два раза в месяц. Половина зарплаты в одну половину месяца и вторую половину. И при всякой задержке предусмотрена целая процедура, чтобы люди не ходили, не бастовали и не усложняли себе и другим жизнь, а действовали согласно 142-й статье Трудового кодекса, которое как раз расписывается, что должен сделать работник, чтобы получить зарплату, если его работодатель взял и задержал. Значит, что должен сделать работник? Работник должен работу... Так, сначала работник должен написать документ, заявление своей администрации о том, что он приостанавливает работу. до выплаты заработной платы. И это заявление законно, и оно должно быть реализовано. Почему? Потому что раз это трудовой договор, договор двух сторон, если одна сторона не платит, не выполняет свои обязанности, то и другая свободна от выполнения обязанностей. Если другая сторона платит, то и эта сторона тоже должна работать. Правильно? Вот. Поэтому тут надо не ошибиться. Не об остановке работы идёт речь, дескать, как это остановилась работа. Работу не вправе остановить, а приостановить вправе до выплаты зарплаты. Мы как говорили, так и работаем. Вы оплачиваете, я работаю. Вы не оплачиваете, я не делаю. Это прямо вытекает из содержания и смысла трудового договора. Для этого надо, между прочим, иметь трудовой договор. И вопрос тут, это тоже предусмотрен законодательством. Потому что у нас тьма случаев сейчас, просто море в российской экономике, когда трудовые договоры не оформляются. Дескать, вот приходите ко мне на работу, я вам буду платить, а потом я вам не плачу, а вы всё сделали. Вы приходите, я говорю, я первый раз вас вижу. Как же, Михаил Васильевич? Ну как, как? Как вот? А что, у вас какие-то есть доказательства? Где договор? Договор есть? Нет? Вы же взрослый человек. Как вы без договора начали работать? Но эти фокусы, тем не менее, законодатель предусмотрел. 61-я статья трудового кодекса предполагает, что если работник допущен к работе, это означает, что с ним заключён трудовой договор. Поэтому некоторые говорят, ой, со мной не заключили договор. Жалуются работники. Жалуются они, потому что они не читают закон, не знают. Что вы жалуетесь? Раз вас допустили, но это, конечно, предполагает, ну, и такие вещи, что вы должны как-то зафиксировать, что вы работали, что вы допущены к работе. Ну, сейчас это легко, или на телефон-то вы фотографии сделаете, ну, и можно собрать трёх человек и написать акт, что мы, ежеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что вот такая-то, такая-то, с такого-то числа работает в таком-то месте, выполняет такую-то работу и так далее. Фотографии могут быть. Если вам приходится что-то печать или сдавать какие-то материалы, или сдавать какие-то инструменты, или заготовки получать, это надо фиксировать. Поэтому очень важно здесь – фактический допуск к работе. Фактический допуск к работе означает, что с вами заключён коллективный договор. Поэтому требовать надо не заключение коллективного договора, чего вы его требовать будете, написано, если законодатель считает, что он с вами заключён уже договор. А оформление трудовода – это другое дело. Вы уже ответили мне на пятёрку, но ещё не оформлено. Надо ведомость принести. Это оформление уже. И мы должны различать между заключением и оформлением. 61-я статья Трудового кодекса. И этого, как правило, не знают наши трудящиеся. Вы можете в этом убедиться, можете поговорить со своими родителями, возможно, они тоже не знают. Потому что время от времени возникают какие-то такие голодовки, остановки, где начинают требовать, хотя требовать надо другое, требовать оформления. Это да. А в отношении зарплаты, значит, если вы приостановили, написали такой документ о приостановке и отдали в администрацию, вы отдаёте, она не берёт. Что делать? Вот вы ко мне приходите и нечёте мне бумагу о том, что вы приостановили работу до выплаты зарплату, что вы мне приносите. Во-первых, я сижу, у меня секретарша есть. Или секретарь. Вот он сидит. Вы к нему приходите, он говорит, Михаил Васильевич занят. Вы ждёте. Михаил Васильевич говорит по телефону. И так до вечера. Он сидеть всё равно будет, если он секретарь. Зачем сажают секретарей? Чтобы разные не приходили и не беспокоили. Вот. Вы походили, походили. И так, и ничего, эту бумагу вашу не доставили. Что нужно сделать? Вы хотите сдать секретарю. Он обязан взять. Вроде бы как и обязан. Но он ещё больше обязан. Я вас предупредил, что если вы возьмёте такие бумаги, больше вы не работаете у нас. Так что вы смотрите, кого вы больше любите. Это уже другой вопрос. И что делать? Что делать будете? Что, плакать будете? Наверное. Какие у вас средства? Ну, тогда надо много людей собрать и много плакать. Тогда может это подействовать. А вы что будете делать? Тоже будете плакать? Вы же конфликтолог. Вы же должны как-то разрешать это. А вы что посоветуете гражданам? Воспользоваться почтой. Да, воспользоваться почтой. Идёте на почту и отправляете своё уведомление заказным. Почему заказным? Потому что если это заказное отправление, то почта потребует росписи. А я говорю, всё равно вам кто там расписался. Или сам начальник, или канцелярия, или секретарь. То есть работодатель уведомлен. Вам-то всё равно, как уведомлен работодатель. Уведомлен о том, что вы приостановили работу. Вот, после того, как у вас на руках уже, а вам, надо, чтобы пришло уведомление. Поэтому надо заказным с уведомлением. И вот, когда у вас в руках уведомление, то тогда вы приходите на рабочее место и спокойно с книгой. Сидите и читайте книгу. Лучшая книга для этого трудовой кодекса. Чего читать? Книгу. Да вот смотрю, сколько ещё вы нарушаете. Вот это вы уже нарушили. Жду, во-первых, зарплаты. Приостановило вот о чём было. А копию у вас на руках. Кто хочет почитать, пожалуйста. Может рядом лежать, можете взять с собой. Нам нетрудно на 50-й. И так говорят. И сидите себе спокойно. Ну, понятно, что если это один, это не очень здорово. А если это не один, а 200 человек так. В один прекрасный момент. Ничего не требуют, не бушуют, не шумят, не скандалят, улыбаются, мирно разговаривают со всеми руководителями. И никто ни пальцем не ударяет, чтобы делать то, о чём договорились. Но если от другая сторона не выполняет договор, эта сторона тоже не обязана выполнять, правильно? Договора-то предполагает взаимность, если нет, с одной стороны нет и с другой. Вы не платите, я не работаю. Вы платите, я работаю. В чём тут разговор? Вы ещё не будете работать? Буду. Когда? Когда поем? А когда поем? Ну, когда вы заплатите? Дайте мне взаймы до зарплаты. Вы дайте и своей. А я потом вам отдам, когда вы заплатите. И так далее. Короче говоря, вот. То есть, есть такие требования, которые основаны на вашем праве. На праве это вот иметь. Это вот писанные требования. А есть требования, которые тоже основаны на вашем праве. Но ваше право требует больше, чем написано в законах. Больше, чем написано в трудовом договоре. Да. А работодатель не может уволить работника, который приостановил свою работу? Не может. Нет. То есть, как? Что значит? Имеет право. Что значит не может? Уволить он может. Напишет приказ, что вы уволены, и всё. Но вы пойдёте в суд и скажете, вот, нарушен закон дважды. Во-первых, не выплачивают, во-вторых, уволили незаконно. И вам это всё время, что вы не работали, это время вам выплатят. Вы будете работать на другом месте, ну, без оформления. Получать деньги, а эти деньги получите сразу за 5-7 месяцев. Потому что тут чистое нарушение, тут некуда деваться. Если у вас, конечно, всё оформлено, то вы расцветите все бумажки в суд и невыполнение, незаконное выполнение, признание. Прокурор обязательно по трудовым вот таким случаям, когда есть нарушение трудового законодательства, всегда процесс идёт с прокурором вместе. Ну и, в общем, такие вопросы решают суды. То есть, сузим решить такой вопрос, который со всех сторон, так сказать, законом предусмотрен, легко. А вот другое дело, что могут быть требования, связанные с повышением заработной платы, с улучшением условий труда, с повышением вообще, с изменением и улучшением тех условий, в которых вы находитесь, и в частности, с сокращением рабочего дня или рабочей недели, рабочего времени. Имеете вы право такие требования выставлять? Имеете. Но требования они будут тогда, если у вас за душой есть какая-то возможность организации соответствующих действий. А какие могут быть действия? Либо забастовки формальные, когда требуется, чтобы они были формальные, и формально выполнить все необходимые условия, которые предусмотрены и которые расписаны в трудовом и споры. Все расписано. Если вы что-то нарушили, другая сторона немедленно подаст в суд, тем более для руководителя это не трудно, у него есть юрист, он только и сидит, и делать его больше нечего, как ходить по судам. Он его отправит в суд, суд, скажем, признает забастовку незаконный, но и в этом случае, надо сказать, и в этом случае все равно это действие возымеет известное влияние. Потому что вы можете тогда начать другую забастовку, лучше подготовленную и так далее. И рано или поздно этот вопрос будет решен. И есть то, о чем мы с вами уже говорили, и к этому будем возвращаться, есть различные формы фактических забастовок, которые формально забастовками не являются. Вроде бы как ничего и требовать не надо, и процедуру не надо проходить. Или вы медленнее работаете, или вы начинаете выполнять нормы ровно на сто два процента, а не на сто шестьдесят семь, как до этого, что очень сразу сильно меняет ситуацию на предприятии, в организации. Либо вы требуете неукоснительного исполнения нормы правил, так называемая работа по правилам, строго по правилам. Строго по правилам и так не получится быстро, как было. А будет в два раза дольше все. Все замедленно будет. Или если вот вы имеете право на механизмах работать, а неисправных, которые могут не только нанести хозяйственную щеропу, а могут принести увечье работников. Имеете право работать? Не имеете. Может, вы и смелый человек, но надо прикинуться полным трусом и сказать, да я нет, я боюсь. А почему не работаю? Так нельзя на него работать, он же неисправный. А кто будет отвечать, если меня убьет? Вы будете отвечать, вас в тюрьму посадят. Мне жалко, что вас в тюрьму посадят. Поэтому я и не работаю. А что, у вас забастовка? Нет. Я жду, когда вы исправите. Сколько буду ждать? Да как-то, если через пять минут исправится, и через пять минут начну работать. Через десять исправится, через десять, через десять дней начну работать. А сейчас пока буду, вот, сидеть и ждать. Так все, вы будете над душой стоять, да? Конечно, надо стоять над душой, не уходить с работы. Вы уйдете с работы, другого приведут на ваше место. Никогда не покидать рабочего места. Никогда. Тем более, сейчас есть гастарбайты, раз, два. Тут была ситуация в Казани как раз, забастовка была коронавщиков в Казани. Забастовка не с формальным прохождением процедуры, а связанная с тем, что каждый по отдельности коронавщик, который участвовал в этой забастовке, фактической, он сказал, что я вот с такими нарушениями технических норм и норм техники безопасности, работать не буду, пока не устранят недостатки. Так что не будете работать? Буду. Когда? Ну, когда устранят. И все сидят и ждут. Ну, значит, одного этого прогнали, идите-то в другом месте сидите, посадили неквалифицированного человека, тут же кран упал. После этого такой эксперимент с посадкой других людей прекратила администрация. Потому что это же сейчас техника очень сложная, так просто не заменишь. Это если бы только копали, ходили лопатами, тут легко заменить. Или просто таскали вручную кирпичи. А когда есть такая техника, как сейчас, это очень сложно сделать. Ну вот. Поэтому, ну первое, что нужно знать, уж по крайней мере, надо требовать то, что положено по закону. Это надо требовать, потому что требовать выполнения законов, следить за выполнением законов, не только обязанность государства, но и обязанность тех, кому это выгодно. Если вам это выгодно, и вы работники, то работники должны за этим следить. А для того, чтобы лучше за этим следить, они должны объединяться между собой. Как называется объединение по профессиям? Профессиональный союз. Профессиональный союз. Там все скалеры объединились, профсоюз скалеров. Или там деревообделочники, профсоюз деревообделочников. Или есть профсоюз работников агропромышленного комплекса. Какой тут принцип объединения? Не идейный. Никто вас не спрашивает, вы за белых, за красных, или за зеленых. Никто не спрашивает. Вы за повышение зарплаты, за улучшение условий труда. Этих работников у вас интересы совпадают. Если вы выполняете одну и ту же работу, или работу по одной профессии, то объединение работников одной профессии называется профессиональным объединением или профессиональным союзом. И никогда не нужно рассматривать это объединение, как такое, в котором берутся какие-то другие... Совершенно неважно, какие у нас представления об устройстве государства, о борьбе, об истории России, об истории устройства всего мира и так далее. Есть монархисты, есть анархисты, есть патриоты, есть либералы. Это для решения этих вопросов не имеет никакого значения. Потому что речь идет просто о том, что вам выгодно получить больше зарплаты, и мне выгодно. Ну так мы будем объединяться с вами? Будем. А вам не выгодно что? Идите к нам. Вот мы и собираем. Сколько нужно человек, чтобы создать профсоюз? То есть, я понял, вы еще Трудовой кодекс не читали. И закон о профсоюзах. Три человека нужно. Вообще для создания общественного объединения в России, по закону в общественных объединениях, надо 10 человек. С паспортами собрались, учредили, придумали устав, или взяли какой-нибудь уже имеющийся, использовали. И нас начали руководство, решили вопрос о том, будем ли собирать взносы, не будем собирать взносы, а если будем, то какой процент, или фиксированная ставка. В общем-то, как-то это решили, и получилось общественное объединение. Вот мне пришлось сделать общественное объединение, фонд рабочей академии в 94-м году. Значит, для этого нужны учредители для общественного объединения. У нас учредители были Союз рабочих Москвы, Объединение рабочих промышленности, транспорта и связи Ленинграда, Объединение рабочих Нижнего Новгорода и Петровская академия наук и искусств. Четыре учредителя. Ну вот, четыре, я думаю, и три достаточно было. Четыре учредителя. Они учредили Международное общественное объединение, фонд рабочей академии. Пожалуйста, действуйте. Можно действовать с регистрацией, можно действовать без регистрации. В чем разница? Как только вы зарегистрируетесь, вам придется вести бухгалтерию, открывать счет в банке, ходить в налоговую инспекцию, а в банк будет вас брать деньги за движение средств. И так далее. И будет большая конедель. А если вы не зарегистрировали, права те же самые. Какие права у зарегистрированного объединения по сравнению с незарегистрированным? Одни. Если вы зарегистрированы, то вы можете иметь расчетный счет и выступать ИССОМ и ответчиком в суде. Вы хотите ответчиком в суде выступать? Нет. Вот я тоже думаю. ИССОМ еще ладно, а ответчиком как-то и не хочется. А если ваше объединение не зарегистрировано, с ним судиться бесполезно. Почему? Потому что оно не может выступать ответчиком в суде. И, следовательно, взятки с него и гладкие. Поэтому, несмотря на это, самые люди, мы менее образованы в области юриспруденции, они бросаются сразу регистрировать. Скажем, совершенно необязательно регистрировать профессиональные союзы. Смысл профессионального союза в том, чтобы это союз был работником профессии, чтобы они совместно боролись за общие требования, подчинялись общему порядку, который сами же и устанавливают, выполняли собственные решения, которые сами же и принимают. А вовсе не в том, что вы пойдете регистрироваться у большого работодателя, потому что есть малый работодатель, у нас вот буржуазный строй, и у вас есть капиталист, то есть малый работодатель. Но есть объединение капиталей, организация капиталистов, которая называется буржуазное государство. Можете там зарегистрироваться у него. А может быть оно вам поможет. А может оно поможет скорее и кому? В противоположной стороне. Правильно? Тем более, что можно лишить регистрации по суду. Ну вот, кстати, у нас пробовали решить налоговую инспекцию дважды. И мы выиграли и в суде районом, и в суде городском. Но это канитель, в общем, не стоит того, что ею заниматься, потому что это сама по себе регистрация. Для вот этих решений, вопросов, о которых мы говорим, в общем, не надо. Как только вы столкнетесь с тем, что вам нужно обращаться в суд, тогда вам нужно будет зарегистрированный профсоюз. А в суд можно обращаться будет в связи с тем, что у вас минимум, например, во время забастовки, работа во время забастовки не хотят утверждать, не договориться с администрацией. Потому что добиваться вы все равно будете не через суд своих требований. А чем? Добастовкой будете. Если вы добастовку не добьетесь, то через суд тем более не добьете. Все, что добыто трудящимся за всех коллективных, коллективных трудовых конфликтах, добыто забастовками, а не с необращением в суд. Ну вот, давайте сделаем некоторый обзор таких самых общих норм из части первой, раздела первого «Общие положения Трудового кодекса» и глава первой основной «Начало трудового законодательства». Вот написано, что целями трудового законодательства является установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда. То есть создание благоприятных условий труда – это произглашено в Трудовом кодексе. Это важно? Да. Потому что вы, когда требуете что-нибудь, это важно ваши требования подать, как откуда-то они выскочили, неизвестно откуда, или вы на основании статьи первой Трудового кодекса требуете создать благоприятные условия труда. А ваш работодатель, с которым я бесстил, вы ему объясняете, что вы идете против закона. Как я иду против закона? А так, против статьи первой создания благоприятных условий труда. Так, дальше. Основными задачами трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по социальному партнерству, введению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. Поэтому мы, скажем, идем на переговоры не потому, что вот мы это выдумали, а потому, что такое право у нас есть вести коллективные переговоры. Так, отдать. И требуем заключения коллективного договора, потому что право у нас есть заключать коллективный договор, быть одной из сторон заключения коллективного договора. Или соглашений других. Коллективный договор тоже соглашение, ну такое развернутое соглашение, а соглашение может быть по некоторым пунктам. А это комплексное такое требование. Это, можно сказать, система требований работников к работодателю, которая охватывает все стороны жизни и деятельности данной организации. Понятное дело, что поскольку это длительный процесс отстаивания своих интересов, то вы в то одно будете требовать ходить с ним и забасовку делать. Хоть в то одно. В этом смысле Марокко та же самая. И придется этот путь очень долго проходить. Поэтому уж лучше заниматься вот этим. Тут докеры для тех, кто плохо умеет читать. И для тех, у кого слабое зрение читать, знаете, вот такое издание сделали к Алексееву Договору, шикарное. Сами делали, чтобы все люди, в том числе и те, которые плохо видят, могли видеть. Вот их, так сказать, закон их жизни. Закон по всем параметрам дает выше блага, чем Трудовой кодекс. То есть ниже вы не имеете права. То, что написано если какой-то бумаге хуже, чем в Трудовом кодексе, недействительно. А выше да сколько угодно. Сколько вы хотите часов работать в неделю? Пять? Договаривать? Пишите полдоговора, договаривать, заключайте. Ну, если не заключили, значит, наверное, вы не хотите. Но раз не хотите, что я могу вам сказать от лица государства? Извините. Это ваше дело. И как бы государство здесь говорит, ну, давайте, давайте. Ну, если вы не боретесь, так, конечно, мы за вас будем бороться. Нам и так хорошо. Нам и так хорошо. Вам плохо, но вы боретесь. А нам-то еще бороться. Сколько получает депутат Госдумы? 400 тысяч рублей. А пенсия у него будет? Не по закону о трудовых пенсиях в РФ. По закону о трудовых пенсиях в РФ ваша мама, папа будут получать. А есть закон о пенсиях госслужащих. По нему 75% от дохода по занимаемой должности. Если вы 10 лет отслужили, на службе побывали, ну, вот 400 тысяч получали, а будет получать пенсию 300 тысяч. Тогда я к вам приду и попрошу взаймы. 100 тысяч. А вы не дадите, потому что такие люди, которые по 300-400 тысяч получают, они жадные. Менее жадные люди, которые поменьше получают, потому что они знают, что такое трудность. Вот мне достаточный доход. Так. Дальше берем. Еще какие государства ставят какие-то цели трудового законодательства. По участнику работников и профессиональных союзов в постановлении условий труда. И применение трудового законодательства в предусмотренных законном случаях. Участие работников и профессиональных союзов в постановлении условий труда. То есть это не то, что ваша вот инициатива. Вот вы начали обсуждать, почему такие плохие условия труда. Потому что это вот вы право. Вы имеете такого права участвовать в установлении условий труда. Вот вы сейчас можете потребовать, чтобы мы форточку закрыли. Пока вы не требуете. Но если потребуете, мы закроем. Но если не требуете, ну, как хотите. У вас право есть, как работник. Дальше. Материальной ответственности работников в сфере труда. Государственному контролю, надзору, профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства. Включая законодательство об охране труда. Если у вас есть профсоюз, значит, закон дает возможность осуществлять профсоюзные контроли. Инспекторов профсоюзных сделать по условиям труда. Любых других. По соблюдению коллективного договора и так далее. Если вы не создали профсоюз, ну, как может вас государство заставить соединяться, объединяться в процессе? Ну, не хотят работников кроссивно бороться. У государства нет лозунга пролетария всех стран соединяйтесь, как вы понимаете. Не хотите соединяться? Ну, и не надо. Вам право дали? Дали. Будьте здоровы. Все. Но эти права надо знать. Вам дали права по разрешению трудовых споров? Спорьте. Желаю вам успеха. Вам государство желает успеха в лице тех органов, которые закон принимает. Какие органы принимают закон? Как называется законодательный орган российский? Как называется законодательный орган? Верховный. Законодательный. Чего это, видите, какое-то такое молчание странное, а? Как? Государственная дума. Как? Громче. Это не место для скромности. Государственная дума. Государственная дума. Это кусок органа. Только нежная палата. Как называется наш орган законодательный, российский? Вы просиживаете? Ну, не сочтите, не скромный мой вопрос. Скажут, чего вы представите? Мы на третьем курсе всего лишь, вот, всего лишь Санкт-Петербургского государственного университета, а вы спрашиваете, какой у нас в России, живем в России, а вы спрашиваете, какой у нас законодательный орган в России. Скажут, ну вот что за преподаватели пошли, наверное, и просто издеваются студенты. Ну, как называется-то? Вот, знаете, знает, знает, надо вытянуть надо. Почему? Некоторые даже бьют людей. И когда начинают их бить, они начинают рассказывать. А так просто немножко нажать, уже отвечает хорошо. А ведь знает. Вы специально не говорили, наверное. Хотели посмотреть, что я сделаю. Не буду вас ничего кидать. У меня ничего тяжелого тут не лежит. Значит, Федеральное собрание Российской Федерации. Вот если оно приняло закон, сначала Нижняя палата, потом Верхняя палата. Нижняя палата называется? Сударственная сударственная. Сударственная, Верхняя палата. Совет Федерации. Значит, у нас Советы есть? У нас страна Советов? Значит, у нас есть Совет Федерации? Да? Ну, как нет? В Верхняя палата называется Совет Федерации. А как называется? А Госсовет, вы не знаете, что собирается регулярно? Там все губернаторы сидят. Ровный такой стол. И тут Президент, там все. А Совет Безопасности не знаете? Что, вы не знаете, что у нас ученые Советы есть на факультете, в институте? Что, вы против? Не считаете, что у нас страна Советов? В другом Совете, это раз. Во-вторых, Советы, я могу вам дать Советы. Вы можете дать мне Совет, правильно? Это проще простого, давать Советы друг другу. Меня советовал вам, поднакомиться с Трудовым Кодексом. Ну, а дальше, так вот, если приняло вот это учреждение, которое у нас называется законодательное собрание, да, Российской Федерации, приняло закон, он вступает в силу законную или нет? Нет, в России. А когда он вступает? Что он уже еще сделал, что он вступил в силу законную? Президент должен подписать. А если президент, то откалывается подписывать. Я президент или не президент? Не буду подписывать этот закон. Не буду. Меня народ избрал. Можно заставить его подписать? Можно. А? Важно. Как? Ну, точно. Но важно. Ему потом придется. Ну, как заставить президента подписать? Кто выше закон? Как пересматривают еще раз. Почему это пересматривают? Закон, а потом... Все, значит, пересматривают. Значит, собирается законодательное. Это называется президент, если не согласен, накладывает вето. А вето можно преодолеть. Вот федеральное собрание Российской Федерации собирается сообщать ее палату. Если две трети этого собрания федерального набираются голосов, то президент обязан подписать. Обязан. Вообще, что выше, указы президента или закон? Закон. Закон выше, конечно. Вот идет самый высокий закон, это Конституция Российской Федерации. Потом идут федеральные конституционные законы, которые требуют две трети голосов. Потом идут просто федеральные законы, ФЗ какой-то. Вот это обычный закон, трудовой кодов, федеральный закон. Потом идут указы президента, потом постановления правительства. То есть президент, вот иногда говорят, вот мне выполняются указы президента. Так если они так написаны, эти указы, что они противоречат каким-то законам, их никто и не будет выполнять, потому что это незаконно. Вот хорошо написать, повысить зарплату, скажем, вузовским работникам вдвое. Но если не выделить деньги на это дело, то это как-то надо сделать. То есть сократить тогда этих преподавателей в два раза, и тогда можно повысить зарплату вдвое. Так и происходит после рядом. И в медицине та же самая история. Давайте повысим. Как вы собираетесь повышать? Сейчас, когда только что прошла реформа здравоохранения, она сократила затраты государства на здравоохранение на 7%. Как вы хотите при этом ожидать, что будут у нас повышенные какие-то доходы медицинским работникам. Наоборот, они будут понервными. Ну, если вы хотите, идите за плату и лечитесь, если у вас у вас есть. Потому что прошел такой слог, что студенты у нас самые богатые. Ну, если они самые богатые, пусть идут, платят и лечатся. Ну, не все в этот слух верят, но, видимо, так предполагается. Дескать, ну, они и так молодые. Потом их слишком много. У нас как результат деятельности в области здравоохранения и благосостояния к чему привел? У нас растет население, растет или падает? Падает. Падает. Сколько уже падает? С 90-го года. У нас до 90-го года все время было превышение рождаемости над смертностью. А начиная строго с 90-го года, вот так идет график рождаемости, а вот так график смертности. И они, соответственно, встречаются. Вот это, получается, либеральный крест России. Говорят, жизнь стала лучше. Но не у всех. Так. Вот есть основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Чтобы люди себя чувствовали достаточно твердо на ногах, что они не просто чего-то требуют, что им, вот, дескать, все мяшилось головы, чтобы у них нормальные были разговоры и переговоры с администрацией, с руководителями и с коллегами, чтобы коллеги не боялись. Что записано в этой статье 2? Свобода труда. То есть хотите, свободно можете трудиться. То есть и вам разрешается трудиться. Свобода труда. Не свобода отдыха, а свобода труда. Идите и работайте. Так. Включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается. Право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию или род деятельности. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. Никакой дискриминации не может. Ни по полу, ни по возрасту, ни по национальному признаку, ни по политическому, по идеологическому какому-то признаку. Мне не нравятся ваши мысли. И что? А вот не буду вам платить зарплату, говорит, ничего подобного. Вы обязаны платить. Это мало ли. Не нравится и не нравится. Это ваше личное дело. А вот у нас есть общие нормы. Они требуют соблюдать. То есть запрещение дискриминации в сфере труда. Обеспечение каждого работника на справедливые условия труда. Если вам показалось, что условия труда несправедливые, что говорит государство? Боритесь. Свобода у нас. У вас свободное общество. Разрешается бороться? Боритесь. Желаю вам успеха в борьбе. Нет, вы хотите, чтобы я за вас боролся? Ну, вы наивный товарищ. И вы хотите, чтобы я за вас боролся? Ну, вас столько много, я один. Как я за вас могу бороться? Я не смогу. Я вас поддерживаю. Желаю успеха. Вот вам что говорит трудовой фонд. Но это хорошо же. Надо ободрить людей, чтобы они не боялись. А то они боятся, скажут, что вдруг мы делаем. Как это мы там идем на забасовку? Да это святое право написано. Читаем дальше мы святые права. Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. То есть, если я работник, я говорю, не-не, я это делать не буду. Почему? Они обеспечены мои права, вот это святое. Статья вторая. На условия труда, отвечающие требованиям безопасности. И что хотите, чтобы у меня не было руки, ноги? Это мне не нравится. Вам нравится, если у вас не будет руки или ноги? Мне вот лично не нравится. Мне даже не нравится, если у вас не будет. А вот тем более у вас. Ну как так? Ну это вот люди, думаете, знают наши? Я вам докладываю. В силу, так сказать, того, что имею возможность общаться с гражданами, трудящимися. Не знают. И думают, что они сейчас таким выступают, таким, что таким необыкновенным требованием. Никакого тут необыкновенного требования нет, это требование элементарное. Если вы пришли на работу, создавать материальные блага, а не создавать проблемы для себя, для общества, для семьи. Правильно? Право на отдых. Вам нужно право на отдых или отдых? Думайте, выбирайте. Право на отдых можно вам и оставить, но, пожалуйста, идите сверхурочно работать. В субботу, в воскресенье сейчас предлагают сделать четыре дня по десять часов и три дня еще может работать. Ну вот уже они заколебались. Уже, значит, Федерация независимых простудов России уже в лице своего председателя сказала, вообще-то мы считаем, что только если зарплата будет сохранена и не увеличено рабочее время дневное. То есть, чтобы не получилось увеличение дневного рабочего времени. И даже гражданин Исаев, который это все проталкивал, и он на двух стульях сидит, он заместитель Шмакова, с одной стороны, председателя Федерации независимых простудов России, и одновременно заместитель, первый заместитель председателя фракции Единой России в Государственной Думе. А он говорит, ну вообще-то надо, наверное, начинать так постепенно. Вот все-таки количество часов в день-то не увеличивать, а начать вот в пятницу. В пятницу сначала на один час сделать меньше, потом через годик на второй час сделать меньше, потом на третий, и так потихонечку все меньше, 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 меньше. А когда будет 4 часа в пятницу, уже можно будет подумать, как бы там уже дальше переходить к тому, чтобы в пятницу был выходной день. То есть, уже разговор про то, чтобы сделать 10 часов каждый день, ну как-то они уже не поднимаются, профсоюзники. Да и работодателям что-то не очень это им нравится, потому что они понимают, что это ничего хорошего не получится. Люди будут околачиваться долго на работе, а сделают мало. Ну, человек устал уже, все, выработался за 8 часов, а он будет 10 часов работать. Так, так вот есть право на отдых, включая ограничения рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы. Вы считаете, зарплата несправедливая? Да, что значит справедливая? Ну, это ваше дело решать. Вы же работник, я-то не работник, я служащий, а вы работник, и решайте. Если вы считаете несправедливой, боритесь. В форуме есть борьбы? Вам прописано здесь, ну и боритесь. Не хотите бороться? Ну, не хотите справедливой зарплаты. Как-то странно, допустим, работник работает, меняет технологию, за данную заработную плату, а потом понимает, что она несправедливая. Вот когда он начинает понимать, он может начать требовать более справедливой. Вам право дано, вы считаете, что одно дело нет, вообще право, а другое дело, что вы приходите к начальнику и говорите, вот в соответствии со статьей 2, основные принципы правового регулирования в трудовых отношениях требуют своевременную и справедливую заработную плату, а то, что вы даете, несправедливая. А если еще не своевременную уплачивает, это бы об этом уже говорили. Не просто требовать, а целая процедура прописана в 142-й статье. Начальник может сказать «до свидания». А? Тут люди, которых эта заработная плата устроит. Что значит «устроит»? Это такой технология не знает кодекс. За справедливую боритесь. А справедливость, справедливость дает вам уже дорогу к тому, что справедливо то, что как-то ближе к равенству. А если такое неравенство, то это несправедливо. Неравенство – это несправедливость. Правильно? Какие-нибудь гастарбайтеры, например, будут готовы работать за эту... А это несправедливо. Это дискриминация в сфере труда по принципу национальному. У нас нету различий в трудовом кодексе, нету различий по национальному признаку. Ни по национальному, ни по половому, ни по политическому, ни по идеологическому. Вы можете быть за Гитлера, за Маркса, за Эмгельса, за Ленин, за кого хотите. Это не имеет никакого отношения. Это труда. Вы получили, есть трудовой договор, будете добры выполнять. А вы говорите, ну хорошо, в одиночку вы ничего не повысите. И ничего в одиночку требовать не можете. И не стоите начинать. Но профсоюз, когда у вас целое объединение, вы можете потребовать зарплату повысить вдвое. Потому что вы считаете это несправедливым. Вот вы так считаете и стоите. А если вы не можете добиться, ну это уже ваше дело. Как вы будете добиваться? Разговором? Но мы уже с вами это проходили. У нас вопрос о переговорах закрыт. Мы с вами рассматривали вопросы коллективные переговоры. Чем кончаются коллективные переговоры? Как-то ничем. Как-то ничем. Вот видите, я вам преподавал, даже устал. А вы говорите, ничем. Мы там все просто обесценили мои лекции. У меня записано. Я могу попросить прокрутить. Кончается составлением протокола разногласий. Вот чем кончаются коллективные переговоры. Чтобы было ясно. Кому? Ясно работникам, которые говорили, что он хозяин, барин, он все сделает. Надо просто пойти и попросить. Ходили, просили. Три месяца. Три месяца ходили, разговаривали, беседовали. Освобождены были четыре человека. Ходили, рассказывали и все переговоры. И итог переговоров такой. Не идет работодатель на то, чтобы взять и часть денег переложить из прибавочной стоимости в зарплату. Из прибыли переложить в зарплату. Не идет. А раз не идет, то есть переговоры делаются не для того, чтобы воздействовать на работодателя. Переговоры делаются для того, чтобы самым темным работникам показать, что никакими разговорами в таких экономических вопросах, как повышение зарплаты, не решишь. Вот вы сейчас меня будете уговаривать, что я вам отдал завтра 200 тысяч рублей. Ну, красноречие у вас очень сильно красноречие владеете. Мне плохо, но... Ну, вряд ли все равно оно падает. Правильно, да? Ну, это не те вопросы, которые решаются переговорами. Тут есть противоположность интересов. Потому что чем больше у меня прибыли, тем меньше у меня зарплата. Хотя есть такие точки и такие пункты. Если преподаватель идет по линии повышения производительности труда, то он может одновременно повышать зарплату и прибыль будет повышаться. Только прибыль будет повышаться в большей степени, чем зарплата. Можно сделать, но на это идут работодатели тогда, когда их принудят работники. Сами не идут. Легче просто взять, вам понизить, да и все. Вот представляете, у меня тысяча работников работает. Тысяча. Я, конечно, могу поставить новую технику, закупить технологию, компьютеры поставить, которые, так сказать, будут обеспечивать необходимый контроль или обеспечивать там бесперебойную работу. А можно сделать так, собрать у вас всех, тысяча человек, и сказать, ну, товарищи, вы понимаете, что мы с вами на одной лодке? Вот вы в меня работаете, а я хозяин этого предприятия. Ну, наверное, вы понимаете, что сейчас вот такая обстановка, что, возможно, и закроется предприятие. Я вот уже думаю, как бы ее закрыть. А у вас семьи, дети. Ну, я, конечно, проживу на своих островах. Наверное, вы догадываетесь, что у меня есть острова, и чуть-чуть больше денег есть на счетах, в том числе валютных, чем у вас. Поэтому какое решение? Я вот пришел к вам, чтобы по-хорошему поговорить. Или я закрываю это предприятие с завтрашнего дня, или в следующем месяце вы будете получать на тысячу рублей уже меньше. Как? По какому пути мне пойти? Посоветуйте мне по-хорошему. По какому пути? Закрывайте предприятие. А? Закрывайте предприятие. Вот этот злодей хочет, чтобы я закрыл предприятие. Вот когда я закрою предприятие, когда у вас будут дети кричать, вот тогда убейте его, задушите его, потому что он владеет, и это все сделал. И вот, и что обычно этим человеком, что кончается? И я же из жизни рассказываю вам, а не сказку. Кончается тем, что раз, и понижается зарплата на тысячу рублей. А дальше уже, вот я теперь, когда вы все ушли, а я один остался, значит тысяча рублей на тысячу. Сколько будет? На тысячу человек. Тысяча на тысячу. Сколько будет? Миллион. Миллион. А сколько в месяц, в году? Двенадцать. Двенадцать. Сколько я получил в результате этой операции? Приятно. Сколько? Двенадцать. Двенадцать миллионов. А какие-то дураки хотели, чтобы я делал там технику, там все, все этой ерундой занимался. Когда я вот-вот поговорил просто с народом, и двенадцать миллионов у меня на счету. Это же здорово. Вот что такое предпринимательство. Вот, и надо иметь предпринимательскую жилку, а вы сидите вот так скучно. Вы ничего не придумали. А я придумал. И получил девятнадцать миллионов. Надо думать головой, предпринимать. Что-то. Ну вот, поскольку такие вещи есть, по крайней мере, очень важно с самого начала понимать, какие есть у работника права, чтобы не получилось, что вы боретесь и боитесь. Ну, потому что, если люди боятся, ну, ясно, что если вы боитесь, даже если это война, если вы боитесь, вас скорее застрелят. Как вы думаете? Ну, такое спорное утверждение. Не спорное. Почему? Смелого пуля боится, говорит, народное море. Да. А потому что он, так сказать, будет где-то дрожать и промажет. А тот, который не дрожал, который считал, что он вас убьет, вас убил. Ваш противник. Очень просто. Ну, если человек боится... Вера в победу, молодой человек, фактор победы. Наполеон это говорил, и Ленин за ним повторял. Вот есть люди, которые побеждали. Сначала были в меньшинстве, потом в большинстве. А будешь говорить, у вас ничего не получится. Давайте начнем борьбу, только у нас ничего не получится. И что у нас тогда получится? Ничего и не получится. Вот чтобы мы не боялись этой борьбы, мы с вами считаем в том числе закон. У нас требования справедливые и законные. Так? Мы за законность и за справедливость. А вот тот, кто против, тот против закон и против справедливости. Надо правильно поставить... Вы же конфликтологи. Правильно поставить вопрос. Мы не потому, что хотим улучшить свое положение. Вот вам зарплата была большая, лучшие условия труда, вам форточку, вам вентилятор нужен, вам еще чего-то надо. Мы за справедливость и за закон. А закон говорит обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Право на отдых, включая ограничения рабочего времени. Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой зарплаты. Выплату не зарплаты, а справедливой зарплаты. А вы мне что даете? Вы даете несправедливую зарплату, слишком маленькую. Знаете, почему у нас черный икруник не продают? Спроса нет. Спроса нет. Также и стипендии тоже. А еще есть спрос на большие стипендии у студентов? Я знаю только один случай. У нас, когда поменялось столовое и тут руководство внизу, и вместо дешевого комплексного беда появился там за 300 с лишним рублей блюдо появилось. Студенты, филологи поустроили по этому поводу большое собрание, написали большую телегу, ректорат. И я смотрю, у нас уже комплексный обед появился за 100 рублей. Но сейчас уже время прошло, и я говорю, опять вот. То есть никому не надо дешевле? Ну раз никому не надо, так можно с вас. Вы же понимаете, какая цель? У нас, если вы почитаете гражданский кодекс, цель любой организации хозяйственной в чем? Цель какая? Ваше благосостояние, справедливость или что? Ну как написано в законе? Цель организации в чем? Ключение прибыли. Прибыль. Да, максимум максимализации прибыли. Более того, вот я сколько раз получал как руководитель газеты, а из налоговой какие-то такие выговора вроде. Что-то у вас что-то прибыли нет? Что это за организация такая? Дальше, что нам говорит? Вот обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации, на продвижении по работе. Какие там гастарбайтеры? Не знает такого закона. Не знает. Никаких этих разделений. А зачем делается разделение гастарбайтеров? Ну вот, для того, чтобы сначала им заплатят меньше, а потом и вам заплатят меньше. Потому что другие есть. Вот они тогда используются для понижения вашей зарплаты. Поэтому при объединении в профсоюз по профессии надо или по национальности надо объединяться? Они же приехали сюда на эту работу. Они трудящиеся. Так и надо их рассматривать как трудящиеся. Так, обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них. Вы профсоюз создали? Нет. Ну, стипендии еще вам уменьшат скоро. Раз не создали. Ну, дескать, мы не работники, мы учащиеся. Да? Поэтому в этом смысле, конечно, профсоюзы студенческие, они не совсем профсоюзы. Это не работники. То есть вы еще учитесь. У вас сейчас рабочее время или свободное? Свободное. Это вот я чувствую, вы не зря изучали. Но свободное время, поэтому чего вы хотите? Свободное время еще и стипендию дают. Могли еще что-нибудь отбирать, а тут еще и дают стипендию. Так что оправдается. Хотя раньше давали больше. Я получал, когда был студентом, у нас было 35 рублей, а у меня была Щебышевская с одной четверкой 60 рублей, а Ленинская была 100 рублей. А директорки рассказала, что получалось 120 рублей. Стипендии были такие, на которых можно было прожить. И так их потихонечку привели к уровню, чтобы и родители понимали, что это дети, и пока они не закончат вуз, надо их кормить. Иначе они умрут. А что это за родители, чтобы они допустили, чтобы дети умерли? Вот они тогда. Торгладит они родители. Поэтому вот такая ситуация сейчас. Это справедливо? Нет, это не справедливо. Ну так вот надо бороться за права. Это уже должны бороться трудящиеся, чтобы их дети были обеспечены нормальной стипендией. Правильно? Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений. Но если вы не договариваетесь, не получили никакого, не создали такого коллективного договора, его никто не обязывает создавать. Никто не обязывает делать этот коллективный договор. Это закон, действующий на предприятии. Вы не создали такой закон, но живите под тем законом, который для всех. А для всех все ниже. А тут все выше. Вы можете сравнить все эти благ. Все выше. Скажем, у них минимальная зарплата, шесть минимальных. Минимальная зарплата в порту, шесть минимальных. От нее идут коэффициенты. Дальше, выше. Так. Обязательность возмещения вреда причиненного работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей. Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свободы. Вот. Включая судебную защиту. Если вас уволили, неправильно. Вы ссылаясь на этот пункт, прямо запишите во исковое заявление на это право. На защиту государством его трудовых прав и свобод. Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров. А также право на забастовку. Порядка, установленном настоящим кодексом и иными федеральными законами. Так. Вам право на забастовку дали? Дали. Вы не пользуетесь этим правом? Значит, вы не хотите повысить зарплату, сократить рабочий день и улучшить условия. Идите отсюда. Ну, я вам от лица государства говорю, как представитель, так сказать, государственного университета. Ну, вы сами не хотите. Не, ну, все это требует труда, борьбы и так далее. Жизнь, не поле перейти. Так вы и не будете. Вам написано забастовку права? В Конституции написана 37-я статья. В трудовом конкурсе вот здесь написано. И там еще будет записано специальный раздел коллективный трудовые споры. Да расписана вся процедура подготовки и организации забастовки. Но вы это не делаете, иначе вам не надо. Ну, раз вам не надо, ну, что-то. Чего вы хотите от государства? То есть государство хочет, чтобы вы были сознательными борцами за свое будущее. Они не таскают вас на то, что за руку не водят, не, не, они рассматривают вас младенцами. Вы боритесь, укрепляетесь. Для этого и существует даже кафедры создали конфликтологии, чтобы помогать трудящим тебе бороться. Да? Вас зачем создали эту кафедру? Вы на чьей стороне хотите борьбы на этой быть? А где больше зарплаты? Зарплату, сказал товарищ. Может и так быть, да? Например, адвокаты, они на чьей стороне? Ну, вот адвокат, ему бандит даст 300 тысяч рублей, а тот, кто у кого забрал деньги этот бандит, даст 30 рублей. Ну, кого он будет защищать, этот адвокат, квалифицированный? И так они тихонечко-тихонечко и смещаются. Адвокаты всех могут защищать, но за деньги. Нет, ну, если у вас нет вообще денег, у вас будет государственный адвокат защищать. Но надеяться на него слабо. Он по принципу на подавис будет вас защищать. Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также право на забастовку. То есть, даже забастовка здесь выделена отдельно, не как спор, а как отдельный конфликт. В порядке, установленном настоящим кодексом и иными федеральными законами. Дальше есть обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, включая право работодателя, требовать от работников исполнения трудовых обязанностей. А от работодателя соблюдение его обязанностей по отношению к работникам трудового законодательства и иных актов, содержащих норм трудового права. А вот дальше. У вас есть профсоюз? Нету? Проходите. А если есть профсоюз, то у вас есть дополнительные профсоюзные права. Обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих норм трудового права. Вот вас трое. Вы сейчас собираетесь, создаете профсоюз, и его назначаем в желтой такой заметной рубашке инспектором профсоюза. И он начинает проходить так. Там форточка не открыта. Там зачем-то дверь закрыта, а народ тут ютится в коридоре все время. А у нас столько пустых аудиторий, и солнце, и воздух тут хороший. А он все ютится в коридор. Он проходит и говорит, ну, ненормально. Не просто, что он имеет права, обеспечение права. Вы должны обеспечить эти права. То есть ключи вам дать, чтобы проверяли. Что вам еще надо дать? Кепку? Свисток. Свисток. Свисток сами купите на стипендию. А кепку надо требовать, конечно. Профсоюзный контроль идет. Так. Дальше запрещение дискриминации в сфере труда. Это для вас написано. Сегодня выступали на эту тему. Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Ну, это, конечно, идеализм. Тут некоторые явные. Насчет каждый имеет право на равные возможности, это да. А насчет того, что каждый имеет одинаковые возможности, это, конечно, через край товарищи написали. Это не юристы, это не юридический документ. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественному объединению. Скажут, а вы в какой партии состоите? А вы скажете, а какое ваше дело? Читайте статью в независимости, а вы в каком партии состоите? Это тоже, можно сказать, не ваше дело. Принадлежность или непринадлежности к общественным объединениям или к каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. Здесь вот у вас деловые качества хорошие, давайте об этом будем говорить. А вы о чем хотели говорить? Вот они, о чем больше мы. Кроме деловых качеств ничего. Вот хорошие сделаете доклады. Хорошо. А то я скажу, ну вот, была бы девушка, она бы хороший доклад сделал, а вы сделали черте что. А вы сделаете плохой доклад. Ну видно, парень-то сделал хороший доклад, а вы чего? Ну слабый пол. То есть вот, это сказать, что за такое за дела? Это дискриминация в сфере труда и обучения. Никакой дискриминации. И протестуйте. А я сдаюсь тогда. А куда я делюсь? Деваться некуда. Я просто буду ждать, когда будет зачет и тогда скажу, вот еще вопрос, вот еще вопрос, вот еще вопрос. Мы же реально смотрим, как конфликтологи на это дело. Не только право, а еще и фактически что получается. Так. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, просто считающие, не только, что вы подверглись, а сказать, нет, вы не подверглись, а вот если они считают, если вы считаетесь, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав о возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. Вот мы мне материальный вред нанесли на 10 тысяч, а моральный на 300 тысяч, о чем я и напишу заявление. Потому что я человек, считающий, что вы нанесли мне моральный вред. Как вообще определяется стоимость морального вреда? Тот, кто пишет заявление. Ага, просто вот. Ну, а суд все равно столько не даст. Он даст 10 тысяч в большем случае. Ну, так и вот. Но есть всякие методики. Вы начнете считать, что я вот вынужден был из-за этого туда пойти, то это купить, то лекарства накупить, столько много, сумму, и представил чеки на эти лекарства, хотя и собирали их всей семьей. Ну, это суд. Суд, надо представить что-то в обосновании. Если у вас в это время была простуда, то если там не написано, что у вас простуда, ну да, вот я в это время сразу, обычно я никогда не простужаюсь, а вот и с нервным срывом простудился и заболел и так далее. И вообще потратился очень сильно. Так, дальше. Статья четвертая. Принудительный труд запрещен. То есть, вот эти вот, то, что вы будете анализировать, это не принудительный труд. Это вы как бы по желанию, но если их кто-то не сделает, то я-то еще на зачете. А принудительный труд у нас запрещен. К принудительному труду также относится работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания. Только что вы слышали некоторую угрозу. В скобках насильственного воздействия. В то время, как в соответствии с настоящим кодексом или иными федеральными законами он имеет право отказаться от ее выполнения, в том числе с нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплаты ее не в полном размере. Видите, что тут написано? Что если человек не выплатили заработной платы вовремя или выплатили в полном размере, имеет право отказаться от ее выполнения работы. Имеет право. Не только вторая статья, которая расписывает процедуру. Не буду я так работать, раз вы не выполняете свою часть договора, я не буду работать. Имеет право. Вот читайте, покажите. Вот читать умеете? Работодатель. Дайте ему почитать. Вот так, чтобы он знал. Это очень важно. Очень важно свою борьбу и деятельность обставить как законную, не только как справедливую. Скажут, у вас своя справедливость, у меня своя, но и законную. Государство на моей стороне, а не на вашей. Кто победит? С государством-то легче уже. Так. В то время, как в соответствии с настоящим кодексом или иными федеральными законами, он имеет право отказаться от ее выполнения, в том числе с нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплаты ее не в полном размере и возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности, необеспечения его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. То есть, если не обеспечена безопасность, имеет право человек отказаться от работы. Потому что дело не только в том, что государство обязывает работодателей соблюдать норм труда, но еще и человек должен сам поддерживать этот закон в его интересах, если он имеет право отказаться. А если он не отказывается, ну так вы сами участвуете в этом. То есть, все люди, которые работают на неисправные техники и нарушают техники безопасности, которых к этому принудили, они участвуют в этом нарушении. А раз участвуют, они вроде как не только страдальцы, но еще и сами нарушители. тут написано, трудовые отношения и ныне непосредственно связанные с ними отношения, статья пятая, регулируются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими норму трудового права. трудового права. А что можно написать в коллективном договоре? Все, что хотите, но не хуже, чем в законе. Вы не можете договориться совместно со своим работодателем, чтобы было хуже, чем в законе. Это у вас совместно организовывается против закона. Не имеете права. Написано в частности, что коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов по согласованию с представительным органом работников. Это статья восьмая. И статья девятая. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке. В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений может осуществляться путем заключения изменения, дополнения работниками, работодателями коллективных договоров соглашений трудовых договоров. То есть, путем заключения изменения и дополнения. Если вам не нравится такой коллективный договор, давайте свои изменения, дополнения. Пишите бумагу, собирайте подписи. Больше половины соберете коллектива, значит, вы добьетесь того, чтобы это вошло сюда. Ну, не соберете, значит, вы представитель меньшинства. А раз вы представитель меньшинства, чего вы ходите? Вы представитель меньшинства, идите отсюда. А с большинством я готов разговаривать. То есть, работодатели обязаны разговаривать с представителями большинства. Не собрали его большинство? Я-то тут при чем? Вас никто не уважает в коллективе. Вас никто не любит. Вот если вас все любят, идите, берите большинство, и тогда приходите, я вам кофе налью. А сейчас я и воды не налью. Нет, воды налью, если вы будете уже падать. В коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантии работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими норму трудового права. Договор. Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовый договор, то они не подлежат применению. Можете писать все, что угодно, любую лажу, но это не подлежит применению, если это ухудшает положение работников. Это очень ценное положение из статьи 9. Далеко я не ушел, видите, 9 статья всего. Вот, еще так мало проситали. Мало-мало-мало. Но как много мы уже узнали. Это значит улучшать свое положение. Что хотите, пишите в коллективном договоре. Это вообще весь вопрос перетягивания каната. Как вы со своим работодателем договоритесь, так и будет. Поэтому могут быть одни условия у одних и другие условия у других. Хотите отпуск 60 дней, пожалуйста, вписывайте в проект, добивайтесь, доключайте, бастуйте, если вам не дают. Но если вы не добились, значит, плохо организовались. Боритесь лучше. Государство что вам говорит? Боритесь. Они плачут. Будете бороться и жизнь улучшится. А вы не боретесь, поэтому она и... Вот мы боремся, например, чтобы у нас зарплаты были большие. У нас большие. У тяновников. Мы боремся, вот мы миллиардеры, чтобы забрать все деньги у вас и по себе плавить к вам. У нас миллиарды. А у вас кто? Вы кто? Это шантропа. Почему? Не умеете бороться? Боритесь. Если бы по одиночке ходить, мы уже забрали тут все, сюда уже не залезли. Мы отталкивать будем. Нам уже не надо на эту верхушку еще кто-нибудь, конкуренты. Все. Раньше надо было родиться. Поздно родились. Сейчас уже растаскивание государственного имущества уже закончилось. Теперь... Ну и собирание пока не идет. Вот в такую пору мы живем. Вот так обстоит дело, если поставить. То есть коллективный договор это, по существу, по существу это закон для предприятия. Это локальный, нормативный акт. То есть трудящиеся России. Не то, что они все время говорят о социализме, капитализме. Они при капитализме имеют права установить на своем предприятии такие условия, которые добьются. И научиться добиваться это хотя бы на своем предприятии. А заодно потом это поможет тому, чтобы добиваться изменения положения и в России в целом. А есть у нас такие горячие головы, которые надеются, что будет какой-нибудь или бунт. Беспощадные, как бывает. Бессмысленные и беспощадные. Почему бессмысленные? Потому что люди не умеют даже сформулировать ничего. С помощью бунта ни к чему не приведешь. Поэтому сейчас картина неграмотности российских работников выглядит так, что они просто протестуют. Вот вы меня будете бить, а я буду протестовать. Это борьба? Вы меня раз, вот эти, ну для начала там бумажкой стукните по голове. Я протестую, чтобы студенты меня били. Тогда вы книжкой. Я возмущаюсь по этому поводу. Тогда у вас тяжелый там что-нибудь есть в чемодане? Я все протестую. И вот люди, которые протестуют, это люди, у которых нету никакой позитивной линии, ни позиции. Они ни за что, они против всего плохого. А мне это очень важно. Мне очень важно, чтобы были люди против. Подавите у нас демократия. Есть люди за, то есть я. Есть люди против, то есть вы. И мы вместе с вами составляем, ну вот как вот, котлетка и пюре как гарнир. Это же хорошо. У меня котлетка, а вы как бы гарнир. Вы протестуете. Это очень здорово. Ну а если вы в ходе протестов нарушаете, у нас для этого есть регулятор демократии. Как называется регулятор демократии? Дубинка. Раз по голове. Вам же сказали, что это запрещенные мероприятия, а это разрешенные. Разрешенные, разрешенные стоят и смотрят, против кого хотите выступаете. Против вообще Господа Бога можете выступать. Никто вас пальцем не тронет. А это вот запрещенные мероприятия. Вы хотели проверить, что оно запрещенное? А вы что, не знаете, что оно запрещенное? А было объявлено. Получите по голове и удивляйтесь, почему нас бьют, если мы заходим на запрещенные мероприятия. Да во всех странах бьют тех, кто заходит на запрещенные мероприятия. В какой стране не бьют? Ну в Швейцарии, потому что Швейцария это не государство, а касса. Касса это, в ней люди хранят свои деньги. Кто там будет кого бить? О чем вы говорите? Там такого не будет. А возьмите Америку или Германию, там черти что. Так что ничего тут. Поэтому наша с вами задача, господа конфликтологи или товарищи конфликтологи, совсем другая. Научить трудящество в тех условиях, которые есть, улучшать свою жизнь. А не говорить о том, а вот было раньше так. Или вот, а в будущем может быть будет так. Так вы улучшайте. Потому что, а кто должен улучшать? Я должен вашу жизнь улучшать. Вы скажете, что вы будете нашу жизнь улучшать? Вам уже сколько? Ну и я тоже вам и говорю, а вы чего ждете? Вам уже сколько? Вам сейчас самое время начать улучшать. И у вас специальность такая, конфликтологическая. Вы разрешаете споры собираетесь в каком направлении? Прогресса или эрегресса? Или вам все равно? Или кто денег больше даст? Вот я и чувствую, я чувствую. Ну вот, поэтому нам нужно... Вот если люди это научились делать, они могут работать в госплане. Они могут создавать план государства. У нас, в принципе, скажем, с точки зрения экономической, условия для создания государственного плана есть. Почему? Потому что у нас 70% ВВП создается на государственных предприятиях. То есть у нас вот устройство нашей экономики, российской, примерно такое, что у нас есть коллективный капиталист, собственник, это государство. Это 70%. И частные, которые, так сказать, плавают независимо. Они плавают, и как они заплывут за границу, там у них могут все отнять, обобрать и так далее. Они очень побаиваются. Вот эти вот более крепкие, которые сидят в рамках. Они одновременно и чиновниками могут быть государственными, например, там в Роснефти, или получать, как члены наблюдательного совета, Роснефти 30 миллионов в месяц. Это заработная плата, по понятию зарплаты. Но там называются бонусы, премии, за творческий подход и так далее 30 миллионов. Вот у вас творческий подход, а все равно стипендия. Ну, наверное, у вас не творческий. Какой еще должен я мог сделать вывод? Или не в такой степени творческий. То есть, а кроме того, есть акции того же, этого государственного предприятия, потому что государство имеет пакет акций больше 50%. А там есть и частные. То есть можно быть одновременно капиталистом и чиновником. Вот в Думе быть и чиновником, быть и капиталистом нельзя. Поэтому делается так. Пока я буду сидеть в Думе, вы будете доверенным лицом у меня. И я вам на время моего пребывания в Думе под определенный процент даю право руководить моим предприятием. Вы руководите, и пока вы выполняете это право, то эти денежки большие получаете. Потом, когда я заканчиваю свою Думскую деятельность, а я буду вам содействовать Думскими всякими способами. Вам же заказчики нужны, правильно? Вам же нужны люди, которые будут находить вам сферу реализации продукции и так далее. А потом я выхожу, и у меня богатства в два раза больше. Снова приступаю. А что касается тех, кто занимается просто государственным чиновником, он может заниматься и тем, в рамках той же самой организации, быть и участником капиталистической формы собственности. Например, ГРФ. Вы что думаете, вот он только начальник этого самого Звербанка, а он еще собственник процентов от этого Дали. И даже предложил сделать так, чтобы было у нас уже у государства не 51%, а меньше. Но государство не пошло. А у них там есть. То есть зарплата – это зарплата, а дивиденды – это дивиденды. Это, само собой, это равная вещь. Ну, раз есть 70% государственных предприятий, значит, можно делать один план найти? То есть у нас единая монополия есть уже? Есть. Ну, не на 100%, а на 70%. А вот те, которые за рамками 70%, это будет заказ. Кто-нибудь будет отказываться от заказа государственного? Знаете таких людей, которые отказываются от государственного заказа? Не знаете. Потому что никто не отказывается. Ну, для этого надо иметь государственный план хотя бы. А плана нет. Поэтому у нас, так сказать, с одной стороны государственное хозяйство, а с другой стороны, оно хозяйство получается по форме частное. И преимуществ вот этого планирования мы не имеем, которые имеет любой монополист. Но это уже вопрос другой, экономический. Что же касается того вопроса, к которому мы, так сказать, особое внимание уделяем в этом курсе, это вопрос о коллективных договорах, потому что это возможно, при тех непривыдуманных условиях, что хорошо бы наша жизнь была бы лучше, хорошо бы законы были бы другими, начальники были бы другие, власть была бы другая. Это все хорошо. Но вот вы при нынешних условиях научите людей улучшать свою жизнь, в том числе с помощью коллективного договора. Потому что коллективный договор действует в масштабах предприятия, и никаких ограничений на улучшение положения работников в себе не содержит. Никаких. Ну, для этого вам дано право на забастовку. Короче, вы государству, и я от лица государства, поскольку мы в государственном университете с вами, желаем вам успеха на этом поприще. А если вы чего-то не добились, ну, кто виноват? Я вам не только советовал, но и желал успеха и победы. А другие добились. Я вам говорил право диспетчеров на сайте Фонда Рабочей Академии. Можете посмотреть. И на сайте московского отделения Фонда Рабочей Академии есть интервью президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалева Сергея Анатольевича, где он рассказывает, чего добились авиадиспетчеры своей профсоюзной борьбой. Вот это иллюстрация к тому, о чем я говорил. У них фантастические достижения. У них и пенсии гораздо больше, и у них и отпуск больше, и у них и шестичасовой рабочий день. И у них, так сказать, вот каждый работник, когда он едет в отпуск, ему бесплатно самолет туда и обратно. Независимо от того, но в любое место земли. Вот у вас есть такое право? Так у вас нет коллективного договора, и нету права, и все. А у них есть. Ну, они это очень сложно добивались, очень большим трудом. В том числе генерального директора сняли одного. Но теперь новый генеральный директор очень хорошо с ними обращается. Уважает и представил им помещение хорошее для профсоюзной организации. И они понимают, что такое профсоюз, а в одиночку ничего не добьешься. Так, на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. Сейчас они выйдут в другую комнату и создадут профсоюз. Уже создали. Они уже создали. И борьбы с строглодитами этими преподавателями. Надо просто работать в студенческом. Есть же в каком-то, наверное, это? Есть, есть. Есть. У нас есть. 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 Продолжение следует...